Здравствуйте, дорогие друзья! Ежедневные психологические беседы, монологи с вами. И в этом видео я хочу поразмышлять на тему окружения, нашего окружения. Окружение, то есть люди, которые рядом с вами, очень важны. Эти люди могут являться как поддерживающей средой, которая способствует вашему успеху, так и демотиваторами, которые, наоборот, сделают вас неудачниками, будут способствовать вашему провалу и негативному жизненному сценарию. Это очень важно. Люди, которые нас окружают. Как понять, что вас окружают не те люди? Первое. Эти люди носят маски обязательно. Про маски я говорил в предыдущем видео и буду еще рассказывать. Отдельная будет тема большая. И задают вам такие вопросы. А кто ты такой? Или а кто ты такая? Или, прямо говорят, в утвердительной форме. Ты никто. И вот этих людей не должно быть рядом с вами. Эти люди не понимают, что такое успех. И не признают чужого успеха. То есть они завистливы. Они желают другим зла. По сути дела, критика, зависть, ревность, раздражение. Это все негативные чувства. Это все разрушительные чувства. И в основе их пожелания другому человеку смерти. Понятно, что в таком окружении вы не сможете развиваться. И вы будете считать, что вы недостойны успеха. Вы недостойны процветания. Поэтому так важно быть в поддерживающей среде. И окружить себя людьми, которые вас признают. Признают ваше право на успех. Признают, что вы достойны успеха, процветания, благополучия, богатства, славы, известности. И тогда все получится. Да, поддерживающая среда, она очень важна. И мы это знаем с вами по родительским сценариям. Например, когда родители закладывают негативные сценарии. И по сути являясь первым окружением ребенка. И ребенок вырастает неудачником. Лузером. И он ничего в жизни не добивается. Ничего. Не может разбогатеть. Не может построить личную жизнь. Не может в социуме жить. Имеет зависимости. И занимается медленным самоубийством. И не умнеет никак. Вот это последствия того окружения, в котором ребенок вырос. И последствия этих психотравм. Последствия внушений. Ведь по сути, что такое негативные ментальные программы? Это то, что внушалось ребенку. Это те мысли, убеждения, которые ему внушались, вдалбливались с самого детства. Ну и наоборот. Успешные люди, которых родители любили, поддерживали, хвалили. И у них все получается. Вот. Поэтому будьте очень внимательны со своим окружением. Если вы окружили себя завистниками. Окружили людьми, которые не признают ваш успех. Спрашивают, а кто ты такой? А почему это на тебя все свалилось? Какое ты имеешь на это право? Жить так хорошо. Или там еще кто-нибудь скажет, да ты никто. Не зная вас совершенно. Знаете, что это гнилые люди. Это люди сами неудачники. И завистливые, ненадежные люди, которых не должно быть в вашем окружении. Все очень серьезно. Сила мысли огромна. Сила слова огромна. И вот на моих консультациях, когда ко мне обращаются люди. Ведь я, конечно, не знаю людей, которые ко мне обращаются. Но я всем желаю успеха. Всем. И я говорю вещи, которые они больше нигде не услышат. Нигде. Никто им этого не скажет. Я вижу, как люди меняются. И насколько слова мои, отношения мои хорошие окрыляют людей и мотивируют. И они становятся успешными. У них меняется жизнь к лучшему. Им хочется жить. Им хочется воплощать свои мечты. И хочется действовать, хочется трудиться, хочется быть богатыми, счастливыми, благополучными. Мы живем в мире изобилия. Я так устроен? Да. Я поддерживающая среда. Я сама жизнь. Я сам Бог, если хотите. Ничего нет в этом страшного. В том, что я так себя называю. Я и других так называю. Я и говорю, и вы боги. И вы поддерживающая среда. И вы сама жизнь. Тогда, когда вы являетесь творцами своей судьбы. Поэтому, чем больше успешных людей, тем лучше. Я заинтересован в успехе всех людей, которых я встречаю. Почему? Потому что, чем больше успешных людей, тем счастливее, успешнее общество. Все наше общество. Потому что успешный человек, он желает для себя лучшего. И, улучшая качество своей жизни, он будет стараться улучшить и качество жизни вообще. У него повышаются стандарты жизни, меняются отношения. Он хочет жить в более благополучной среде. Веселой, жизнерадостной, не депрессивной, не группой, не агрессивной. Бедные люди, люди с проблемами, они именно в такой среде живут. В агрессивной, враждебной, в джунглях. Для них мир – это конкуренция бесконечная. Борьба. И, конечно, все это сопровождается разрушительными мыслями и чувствами. И понятно, что человек не выдерживает эту гонку. И, в общем, не получает удовольствия от жизни никакого. Даже зарабатывая деньги, все равно удовольствия нет. Вот просто втянут в этот механизм по зарабатыванию денег и все. Без радости. Вот эта жизнь безрадостная. Успех – это радость, прежде всего. Успех – это расслабленность. Это удовольствие, это счастье, это любовь, это спокойствие. Я знаю, что я успешен, я знаю, что я справлюсь, я знаю, что я умею, я знаю, что я всегда заработаю. И я не переживаю насчет денег. Вот что такое успех. И успех отдает спокойствие. А спокойствие, в свою очередь, приводит к успеху. Поэтому мы и говорим, что нужно отдыхать больше. Нужно быть вот в этом состоянии альфа, вот это волн мозговых вибраций. Жить расслабленно, жить без напряжения. И вот, конечно, еще раз подчеркну, что когда наша среда поддерживающая, то мы всего добиваемся. Всего. Так что, обратите на это внимание. И не общайтесь с теми, кто задает вам вопрос такой. А кто ты такой? А кто ты такая? Подразумевая, что почему это тебе сопутствует удача, успех? Почему это у тебя слава есть? А почему это у тебя деньги есть? На каком основании? Да. Основание простое. По праву рождения. Каждый имеет право на успех и на славу. И я, допустим, общаюсь с людьми, с очень разными людьми, разного возраста. И вот на консультации мои от 8 лет до 60, вот люди, вот такой разброс или лучше, скажем, диапазон возрастной. И я в каждом вижу уникальность. Я в каждом вижу гениальность в разной степени себя проявляющую. Вот. Поэтому я могу сказать, что каждый имеет право на успех. И у меня, допустим, нет вопроса, кто ты такой. Если я встречаю человека, который успешен, богат, я не задаю такие вопросы. Я просто радуюсь, что человек самореализовался, занимаясь любимым делом, добился успеха в жизни. И это очень хорошо. Это для всех хорошо. Потому что качество жизни повышается. У одного и у всех остальных тоже. Вот, что такое окружение наше. Поэтому помните, что окружение может тянуть вас наверх. И вы станете успешным. Вот я людям на консультациях рассказываю, как стать успешными. Как я их поддерживаю, как стать успешными. Поменять своё мышление. Да, ну для краткости. А как это сделать? Вот это уже работа психолога. И то же самое негативное окружение будет тянуть вас вниз. И вы ничего не добьётесь. Ничего. Профукаете просто жизнь свою. Вот так. Так что я много раз в своей жизни слышал, а кто ты такой, а почему ты и так далее. Ну вот. Да, нам приходится пробиваться среди этого дерьма. Да. Приходится. Ну что делать? Это нас делает сильнее. Это нас закаляет. То, что не убьёт, то сделает сильнее. Но не всех, к сожалению, делает сильнее. Много людей ломается. Ломаются люди. И особенно вот близкие люди. Посмотрите, кто ваши близкие люди. Вот женщина, например. Она может вдохновлять мужчину. И искренне его любить. И способствовать его успеху. И таких историй мы много знаем. Сейчас я их не буду приводить в пример. А и так же мы знаем истории, когда женщины способствовали краху. Краху мужчин. И мужчины впадали в депрессию, теряли деньги. Тоже женщины. Смотрите, кого вы выбираете. И вот я тут обсуждал одну тему. Со знакомыми. Все соглашаются с тем, что надо идти к психологу. Потому что самостоятельно очень трудно. Очень трудно без знания психологии разобраться в людях. Очень трудно. Без знания психологии. Поэтому я призываю всех заниматься психологией. Стать психологами для самих себя. И это очень важный навык. Очень важное умение для выживания нашего. Для нашего процветания. Для нашего успеха в жизни. И нужно стать психологами. Я считаю, что это задача номер один. Начать разбираться в людях. Без этого мы рискуем просто потерпеть крах. Потерпеть фиаско. И не реализоваться. Не достичь того, чего мы можем достичь. Имеем полное право, способности. И чего мы заслуживаем. Но для этого надо поменяться. Поменять свои мысли, убеждения, мировоззрения. Поверить в себя. И расставить правильно приоритеты. Поставив себя на пьедестал. На первое место. И думать только о себе. Это сложно. Особенно для тех, кто вырос в токсичной среде. В токсичной семейной атмосфере. Где родители не любили. Гнобили. Критиковали. Обесценивали. Особенно матери с психическими расстройствами. И отцы тоже. С психическими расстройствами. Это страшно действительно. Или там проблемы с мышлением. Вот я вижу очень много женщин, у которых проблемы с мышлениями. Психические проблемы у женщин. И с ними невозможно договариваться даже. Но они воспитывают детей все. Вот кого они воспитают. Так что проблемы с мышлением у очень многих. И воспитывают матери дурачков и дурочек. И потом их жизнь бьет, этих детей. И вот если ребенок все-таки выплывает из этого открытого океана, в котором разбился его корабль, его суденышка, потерпела крушение, он очень умнеет, он становится сильным, очень умным человеком. Умной женщиной, мужчиной, мудрыми людьми. Если не выплывает, он тонет. Очень многие не выплывают. Вот я вижу алкоголики, наркоманы, опустившиеся люди, да? Вот они не выплыли. А родители заложили эти основы. Так что все очень серьезно в плане окружения вашего. Поэтому внимательно смотрите, кто вас окружает. И надо менять окружение, естественно. Оно должно меняться, когда меняетесь вы. Это признак вашего роста, когда меняются люди вокруг вас. С вами могут вместе меняться люди. Это прекрасно. Но если либо происходит... Либо в вашу жизнь приходят новые люди, а старые уходят, потому что они не признают вас нового, вашу новую личность, ваш успех. И они должны исчезнуть из вашей жизни. Потому что вы это эволюционируете, а они нет. И это очень хороший признак. Очень хороший признак. Вашего роста. Когда меняется окружение. И обязательно смотрите, что с вами происходит. Наблюдение. Наблюдение. Это очень важно. Наблюдать за своими мыслями. Наблюдать за своими чувствами. Постоянно держать их в фокусе внимания. Ежесекундно. И смотрите, вот с вами что-то происходит. Хорошее или плохое. Посмотрите, кто рядом с вами. И знайте, что это именно влияние вашего окружения. Окружение огромное влияние имеет. Социальное влияние, оно огромное. Вот еще... Ну, психологи... Психологи говорили о том, что... Личность ребенка определяется тем окружением, в котором он растет. То есть, ребенок будет таким, каков окружающий его социум. Очень важно. Так что, и про социальное влияние у нас куча экспериментов, мы знаем. Да, это и Зимбардо, и Милгрэм. Поэтому, имейте это в виду. Ну, и плюс авторитеты. Еще это тоже влияние социальное. Так что, будьте успешными и окружайте себя успешными людьми, которые радуются искренне, подчеркну, искренне радуются вашему успеху, а не занимаются показухой, не надевают маску, не фальшивая радость. Не фальшивая. И если, кстати говоря, вот я... Я желаю успеха всем. Для меня нет вопроса, кто ты. Любой человек, который ко мне приходит на консультацию, я ему желаю успеха. И не только на консультацию, а вообще всем людям я желаю успеха. По тем причинам, о которых я уже сказал. Но если человек в вашем окружении считает, что кто-то недостойен успеха, задавая вопрос, а кто он такой? Или кто ты такой? Кто она такая? Кто ты такая? Или ты никто? Если вы это слышите. Знаете, что рядом с вами человек гнилой, плохой, и он вам не желает успеха. Запомните это. Это очень важно. Кто любит себя, любит всех. Кто любит одного человека, любит весь мир. Потому что так не бывает, что ты любишь одного, а всех остальных ненавидишь. Это ложь. Если ты любишь, то ты любишь всех людей. Да. Если ты желаешь успеха одному, то ты всем желаешь успеха. Так не бывает, что ты одному желаешь успеха, а всем остальным нет. Типа пропадите пропадом. А вот ты будь успешным. Нет. Так не бывает. Поэтому будьте очень внимательны, кем вы себя окружили. Ну и здесь, конечно, поможет знание психологии, интуиция и наблюдение. Вот есть люди, которые приносят удачу. Проверьте. Вот я, например, приношу удачу. Вот я постоял рядом, я помню. Ну, много таких случаев было. Много. И иногда я делаю такие вылазки. Где-то или где-то бываю. Я вот на Крите недавно тоже был такой случай. Пустой магазин. Пустой магазин. Даже два было таких случая. И два пустых магазина. Я туда пришел, постоял, поговорил немножко. Тут же люди пришли и купили то, что хотели. Вот так. Два было таких. А может и три даже. Вот. И здесь то же самое. То есть, есть люди, которые приносят удачу. А есть люди, которые, наоборот, эту удачу забирают. И у вас будут проблемы. Вы будете терять. Даже при мысли об этих людях. Вот. Можно о человеке подумать, о хорошем. И у вас произойдут очень такие приятные события. А если вы о плохом человеке думаете, то у вас какие-то неприятности случатся. Даже так. Это так работает. Все. Очень интересно. Вот. Так что наблюдайте за этим. И меняете жизнь к лучшему. И процветайте. Процветайте. Потому, что счастливый человек, он творец. Творец. Не случайно в индийской философии, например, Бог определяется как цель всего вообще творения. Это причина творения, это удовольствие, которое Бог получает от акта творения. Делает это из удовольствия. Наслаждение. Наслаждаясь. Вот. Живите. Наслаждаясь. Это прекрасно. А это, конечно, расслабленность. Это творчество. Уподобление Богу – это уподобление Творцу. Так что, это когда мы творим. Мы уподобляемся Творцу. Бог. Вот. А счастливый человек много всего может сотворить прекрасного. И поэтому... А в прекрасном мире очень хорошо жить. Правда ведь? Как одухотворяет красота. Вот я вспоминаю, я был... Где я был-то? Много где был я. Но сейчас я в Мадрид вспомнил. Музей Тисенбур-Немица, например. Вот там одни шедевры собраны. Одна красота. Там можно с ума сойти от красоты. Очень вдохновляет жить в таком прекрасном мире. Поэтому, когда... А если мы внутри красивы, то и снаружи будет красота. Это что понастроено, вот уродство этого. Это отражение уродства душевного. И мы среди этого живем. А внутренняя красота обязательно находят свое воплощение в формах внешних, очень красивых. Ну и, соответственно, поступки тоже. Да, мы внутренне красивы, мы совершаем поступки красивые.